Приветствую всех зрителей в зале, также приветствую всех на трансляции. Саша, привет! Всем привет, привет, ребята в оффлайне, онлайне. Я хотел бы обратить немножко внимание на название твоего доклада. Во-первых, очень нравится слово партнерство. У нас получается партнерство не только с ГРБш коллектором, но и у тебя с конференцией Холли. Рады тебя видеть в этом сезоне. И такой вопрос. У тебя сегодня доклад про V8, да? Чуть-чуть. Да, да, да. А нужно ли нам будет ждать? Ждать? Я вот ждал твой доклад. Ну, наверное, да. В целом, мне кажется, интересно должно быть. Нет, потому что wait. На самом деле все так. Для всех зрителей напоминаю очень важную вещь. У нас есть QR-код, он доступен вам на трансляции, также он доступен вам в зале. Обязательно сейчас возьмите свои телефоны и просканируйте его. Там будет несколько кнопок. И я от вас ожидаю, что вы нажмете на самую первую, где хочу задать вопрос, либо дать ответ. Это важно. Соответственно, вы добавите в Telegram-чат, туда можно задавать вопросы, если даже вы в зале находитесь. Тем более, эти вопросы можно задавать с трансляции. И на них мы ответим в конце доклада. Вот. Соответственно, это можно делать сейчас, можно в процессе доклада. Саша? Да. Да? Насколько готов? Я? Да не знаю. Ну, что-то вроде готов. Вроде что-то готовился. Не, на презентацию я смотрел вообще отлично, бодрое, так сказать. Супер. Не, ну я в целом нормально. Только семичасовой перелет, а так в целом ок. Спать хочу. Понял. Ну давай сейчас докладик добьем, потом поспишь и на автопати. Да, да, я так хочу. В лаунж-зону сейчас, а потом на автопати. Хорошо, все, давай тогда начинаем рассказывать, как же нам бороться с утечками памяти в VA. Проходите, проходите, садитесь, садитесь, продолжайте, а я передаю свое слово. Так, еще раз, всем привет, спасибо большое, что пришли, спасибо всем, кто смотрит. Меня еще раз зовут Саша Зайцев, вот, я работаю в X5 Tech, всем привет. Значит, будем с вами говорить о том, что нужно быть партнерами. Для того, чтобы понять, что нужно быть партнерами, надо понять, с кем. Вот, надо понять, что вообще такое представляет из себя Garbage Collector. Вот, ну, для начала перейдем вообще к базе, к тому, что такое Garbage Collector. Это вообще одна из форм просто управления памяти в нашем приложении. Зачастую она занимается сборкой мусора. Самый лучший паттерн, сразу скажу, реализован в C++. Это называется отдельный паттерн. Не делать ничего. Он вообще никак не следит за вашей памятью и за мусором. Тогда вопрос, что такое мусор? Мусор — это все данные, которые хранятся в нашем приложении, и они уже не нужны. То есть у нас есть функция пива, в нее приходят там условные ID с этим пивом. Мы нашли пиво, отдали пользователю, дальше это нам не нужно, идем дальше. Вот, тогда зачем удалять? Вот у нас есть каталог, в нем очень много пива, каждый ID-шник запрашивают, возникают проблемы. Потому что ID-шников копится много, это все память, соответственно, надо как-то очищать. Вот. А как Garbage Collector может понять вообще, что это мусор? У нас есть такая чудесная вещь про ссылки, я думаю, вы все это знаете, говорить про это сильно не будем. Просто упомянем о том, что все связанные объекты, которые имеют какие-то ссылки, они удаляться не будут. Про это посмотрим чуть позже, но очень сильно в это не погружаемся. Тогда дальше посмотрим о том, что такое вообще, какие паттерны есть. И для начала, чтобы говорить о том, какие паттерны есть в V8, сначала поймем о том, что такое поколение, и почему они вообще появились. В далеком 1984 году было доказано, что все, ну не все, но большинство объектов умирает молодыми и прекрасными. Вот, соответственно, на этом чудесном графике мы можем видеть по оси X lifetime, по оси Y мы можем видеть количество объектов. Как мы видим, у нас количество объектов очень сильно сокращается буквально сразу же после создания. Почему так происходит? Потому что у нас есть айдишник пива, который, допустим, пришел нам в объекте, а он нам уже не нужен, соответственно, его надо удалить. Вот, поэтому была придумана история о том, что мы собираем мусор поколениями. Зачем это нужно? Как это выглядит? Это нужно за тем, чтобы мы могли применять для разных поколений разные алгоритмы сборки мусора. Вот так это может выглядеть примерно в вашем приложении. У вас есть поколение 1, поколение 2, поколение N, их может быть сколько угодно. Никто не говорит, что они органичны, вы можете для определенного поколения использовать свой алгоритм. Вот, например, в Java, если я не ошибаюсь, но могу ошибаться, есть промежуточное пространство. У них, как в V8, есть Young Generation, Old Generation и еще есть полупространство. Ну, не полу, вернее, а смежное такое. В него попадают. А потом уже переходят в Old Generation. Вот, соответственно, а в Ruby, например, все реализовано таким же образом через Ян и Old Generation. Вот, в чем прикол? Прикол в том, что Young Generation напомнит молодые объекты, они только создались, и для них можно использовать свой алгоритм. Для Old Generation свой. Поговорим сначала про Young Generation, какой алгоритм используется там. Вот. Там используется Scavenger. Scavenger под собой реализует алгоритм полупространства. В чем его суть? У нас есть два полупространства. Это FromSpace и ToSpace. Причем полупространства, они занимают там одинаковое количество. Зачем они нужны? В чем их суть? У нас есть из FromSpace, там хранится все сначала, все создается. Затем Scavenger проходит, помечает объекты, копирует их в ToSpace. Те объекты, которые нам уже, ну, вернее, нужны. Остальное он очищает, затем свапает местами. Потом проходит еще одна итерация, и все объекты, которые пережили еще раз, они уже уходят в Old Generation и там продолжают жить. Пока их не почистит Mark and Sweep. Про Mark and Sweep скажем чуть-чуть попозже. Что здесь важно понимать? Важно понимать, что этот алгоритм хорош тем, что он не сильно мучается насчет маркировки. Он очень быстро, очень поверхностно по всему проходит и отлично находит свой мусор. Он сразу же делает компоновку нашей памяти, то есть ему, ну, не надо заботиться о фрагментации, дефрагментации данных, она у него идет сразу по умолчанию. Соответственно, чем плоха фрагментация? Если у нас есть объект определенный, слоты разбиты как-то непонятно как, то мы не можем его положить, это плохо. Соответственно, нужно заботиться о том, чтобы наша память была дефрагментирована. Вот. Как это выглядит в нашем мейнтрейде? У нас есть мейнтрейд JS, где выполняется весь наш код. Соответственно, там у нас выполняется JS-код, затем отрабатывает garbage collector, JS-код продолжает работать. В чем прикол вот этого Eucrate и Eterate? Почему он выделен отдельным блоком? Еще там сверху такая надпись есть Stop the World. Что такое Stop the World? Stop the World, когда наш поток остановился, он совсем не работает. JS-код не выполняется абсолютно, и у нас просто отрабатывает garbage collector. Что такое Evacuate и Eterate? Это стадии, которые выполняет Scavenger. Если мы вернемся еще раз сюда, мы видим, что сначала он эвакуирует, и Eterate он просто все это удаляет и меняет местами. Вот. Соответственно, Stop the World, зачем он нужен тогда, раз он такой плохой, и блочит нам поток? Он нужен для того, чтобы у нас была некая консистентность данных, чтобы наши данные остались целыми, спокойными, мы не удалили ничего лишнего, а что нужно нам для работы, все так и осталось. И потоки между собой, вот эти вот, что за helper-трейды? Helper-трейды — это то, что сделали в V8 ребята, когда выпустили новый garbage collector Orenica. По-моему, в 2018 году был доклад, очень клевый, от разработчиков V8 про то, как у них сейчас в современном мире работает garbage collector. После этого у них инфы на эту тему особо не было. Вот. Соответственно, он запускается сразу в нескольких потоках. За счет этого V8 смогло ускорить, по-моему, на 40%, на 50%. Вот. Где-то это даже ускорило работу на 70%. Соответственно, теперь он отрабатывает, ну, где-то в районе миллисекунд и может быть максимум 5 миллисекунд, что в целом очень хороший результат. Вот. Дальше говорим про Mark & Sweep. Mark & Sweep — тоже алгоритм, который реализуют под собой. Удивительно. Mark & Sweep. Вот. В чем его прикол? Он сначала маркирует нам данные, после чего он их компонует, удаляет. Вот у нас есть еще такая интересная надпись, да? Final Marking and Start Sweeping Task. В чем прикол? Как мы видим, Mark происходит в разных потоках. И ему нужно как-то все эти потоки между собой синхронизовать, потому что в Mark & Sweep идет уже более детальный анализ. То есть он находит все наши циклические зависимости, все вот это находит, прогоняет все ссылки. Это очень долго, геморно. И все это также происходит в разных потоках. Ему, соответственно, нужно обменяться между собой. Он обменивается. И затем он начинает компоновать все это и удалять. А также обновлять ссылки на некоторые объекты, потому что они могут поменять ячейки памяти в момент компоновки. Ну и, соответственно, ему надо обновить ссылки. Вот. А в чем проблема? Он долгий. Он очень хорошо очищает мусор, но он очень долгий. Поэтому использовать его для молодого поколения не лучшая идея. Если мы посмотрим на график, да, снова, то мы видим, что у нас Young Generation там все быстро умирает. И мы можем там сильно не запариваться о том, чтобы удалять все объекты, что-то длительно маркировать, стараться. Нет, мы там чуть-чуть прошлись и дальше пошли. Вот. Теперь поговорим о том, как мы вообще можем управлять garbage collector в нашем приложении. Что мы вообще можем с ним делать? У нас есть чудесный флаг Exposure GC. Если мы запускаем V8 через него, каким образом? Либо через D8, либо через Node.js. Мы можем его передать как флаг запуска и, в принципе, вызывать его из глобальных переменных. Вот. Затем у нас есть Trace GC, который позволяет нам просто наблюдать за тем, как он отрабатывает и смотреть, в принципе, когда он отрабатывает с кемиджа, когда mark and sweep, сколько памяти он удалил, сколько памяти он занял. Есть GC интервал. Он принимает в себя миллисекунды, но эта штука вопросительная. Я читал issue о том, что он не работает на винде от слова совсем. На некоторых линуксах он тоже не работал. Вот. Соответственно, с ним использовать нужно с умом, быть аккуратным и почитать это поподробнее. Затем у нас есть mark semispice и mark's oldspace size. Вот. Соответственно, в чем их прикол? Они задают нам некие... Задают нам количество памяти, которое могут потреблять в определенное пространство. Если мы возьмем semispice, то мы поймем, что это young generation, потому что это полупространство. Он определяет, сколько памяти мы можем занимать. Зачем это нам нужно? Мы можем, например, таким образом чуть реже вызывать mark and sweep, потому что мы до него просто не дойдем. Вот. Соответственно, но важно понимать, что это полупространство. Когда мы задаем там лимитник в 50, мы понимаем, что мы выделили 50 на одно пространство. У нас есть еще второе. Соответственно, мы выделяем по факту 100 мегабайт. Oldspice может определять то, сколько всего наше приложение памяти может потреблять. То есть, если мы поставим его 500 мегабайт, у нас потребление памяти дойдет до 500, наш сервер упадет с out of memory. Вот. Теперь какие выводы у нас есть? Мы немного понимаем, что такое сборка мусора, понимаем, какие паттерны реализованы в V8, понимаем, как мы можем с этим взаимодействовать, понимаем чуть лучше, как это все работает конкретно в наших приложениях, написанных на V8. Вот. Пару слов о том, что есть в JavaScript Core и в SpiderMonkey. В целом, там не сильно что-либо отличается, но в JavaScript Core есть больше API для того, чтобы как-то взаимодействовать с тем, как у вас это все распределено в пространствах. Вот. Это подробнее можно почитать в доке JavaScript Core. Дальше. Теперь поговорим о том, как у нас встроена память в самом V8. Мы на этом сильно зацикливаться не будем, потому что об этом можно говорить долго. И если интересно, есть более глубокие доклады про саму память. Нам что важно понимать? Нам важно понимать, что у нас есть stack heap external. Что такое external? Самое простое. Это код, написанный на плюсах. То есть это какие-то аддоны, которые мы могли написать, либо что-то еще. Это будет храниться в external. Keep. Это основная причина всех наших утечек. Там хранятся долгоживущие объекты. Что тогда хранится в stack? В stack хранятся какие-то примитивные значения, какие-то значения. Вот сразу у нас функция отработала. Только начиная отрабатывать, все переходит в stack. Также в stack могут храниться маленькие числа, маленькие строки. Дальше. Как V8 вообще понимает, сколько памяти им надо выделить? Оно понимает это на основе своих компиляторов, оптимизации, кучи всего. Что нам здесь максимум интересно? Нам здесь интересно о том, что у нас есть объект BIR. У него есть поле name Guinness. Есть const BIR name, которое также имеет значение Guinness. Если мы посмотрим в памяти, можно посмотреть через дебаг, можно посмотреть через снапшот. То мы увидим, что эта строка, это значение Guinness будет иметь одно место в памяти, а вот на него будут сосланы указатели просто. И все. Так что строки у нас тоже могут храниться ссылками. Вот. Про это еще в конце тоже скажу. А теперь чуть подробнее, как у нас может выглядеть ссылки. И на этом будем заканчивать с памятью. У нас есть прекрасный объект. У него есть прекрасные указатели на его поле, на JS Object. Мы можем посмотреть, как это выглядит. У него есть всякие hidden классы, property. Это нам все вообще на самом деле не очень важно сейчас. Мы можем просто посмотреть это в снапшоте. Если кому интересно, на few days выходил недавно доклад очень клевый про устройство памяти. Там девочка 30 минут рассказывает про то, как все устроено. Начиная от того, как определяются и называются все наши ячейки памяти. Вот. Соответственно, что мы можем делать с памятью? Мы можем влиять, соответственно, докером, прочим. Также мы можем просто влиять MaxL SpiceSize и MaxSemiSpice. Вот. Также принимают с себя мегабайты, напомню. Вот в целом с памятью мы сильно ничего делать не можем в восьмом. Ну и выводы. Выводы. Мы лучше чуть-чуть понимаем, как работает наш инструмент, понимаем, как можем влиять на него, и понимаем, как хранится код, который мы пишем. Вот. Дальше я бы перешел к личному опыту. И на секундочку, зачем я вообще говорил все, что было до этого? Потому что все статьи, которые есть в интернете, и говорят вам, пять минут, и ты нашел утечку, это зачастую обман, потому что, когда ты сталкиваешься с личным опытом утечками, тебе не сильно эти статьи помогают, они максимум тебе могут помочь понять, что вообще такое снэпшот. И сильно как в нем работать, они не то чтобы позволяют, поэтому они предоставляют какой-нибудь маленький кусочек кода, который они написали за 10 минут, и говорят, вот так выглядит утечка, смотри, супер. Как она выглядит в реальном коде, когда у тебя 50 нод-модулей, когда у тебя 50 всяких разных проблем, оно не совсем понятно, и нужно понимать какую-то базу для того, чтобы двигаться дальше. Вот, соответственно, для начала поймем вообще, что такое утечка памяти. Утечка памяти — это когда у нас в памяти хранится много данных, которые не нужны для работы нашего приложения. Соответственно, возникают различные утечки. Чуть-чуть о том, а зачем их вообще убирать, оно же так работает, не мешай. Вот, потому что некоторые сервисы живут по принципу того, что память растет, мы убили ноду, перезапустили ноду, оно работает, все прекрасно. И люди так живут до сих пор, мне это не очень нравится, поэтому зачем их убирать? Первое — это экономия денег. Вы экономите просто свои ресурсы, потому что если вы, например, пофиксите утечки памяти в ваших тестах, вы будете потреблять меньше памяти на ваши пайплайны, на CICD, что в целом позволит вам чуть-чуть сэкономить денег на оперативных плашках. Оперативные плашки дорогие, заразы, стали. Вот, затем устойчивость системы. Мы как-то сталкивались с той проблемой, что мы боялись уйти на Новый год в отпуск, потому что у нас были небольшие утечки, и мы боялись, что наша нода нормально не перезагрузится. Вот, это печальная история, но в итоге мы ушли на Новый год, все нормально, она не дошла до лимитников. Вот, затем давайте глянем, как это выглядит вообще на графике. Вот здесь у нас утечка памяти. Мы видим, что на старте приложения, это вот такая пунктирная линия, у нас потребляется там сколько, 140 мегабайт памяти, вот эти вот волнообразные скачки, это просто нагрузка за день. И вот мы видим, потом, бам, у нас перезагрузка, и память снова падает вниз, потом снова растет вверх. Такие метрики полезные, должны быть у каждого, я считаю. Вот, и как мы видим, такой картины быть не должно, она должна быть равномерной. Либо скачки за день, а потом у тебя как потреблялось ночью 140, так и должно остаться 140. Вот. Теперь о том, что не очищается garbage collector. Гарбаш коллектором никоим образом не очищаются кэш наших модулей, то есть это require, это импорты, это import и weight. Импорт и weight и импорт имеют разные кэши, важно знать. Вот. Соответственно, это какие-то глобальные переменные, когда вы делаете global.pivo равно или window.что-то равно, это в любом случае останется у вас навсегда. Затем, это управление кэшом, здесь немножечко не про кэш-модули, здесь немножечко про очень модный современный LRU кэш. Он прикольный, хороший, ну, вообще здоровская тема, только будьте с ним аккуратны, пожалуйста, можно написать чуть-чуть неправильный кэш, и он никогда не очистится. А это достаточно частая причина утечек того, что просто что-то кэшируется, что-то кэшируется плохо, и оно течет. Об этом чуть позже расскажу, о своем личном опыте встречания с этим. Вот. Замыкание. Все, что мы записываем в замыкание, это тоже сохраняется в памяти навсегда, потому что имеет очень суперсильную ссылку. И соединение. Это тоже одна из супер больших причин утечек, за ней тоже важно следить. Если вы открыли какое-то соединение, будь это индекс DB, будь это подписка на какое-то событие, важно понимать, что пока вы его не закроете, то есть все методы, у которых есть destroy, close и так далее, пока вы их не закроете, они будут храниться у вас в памяти, и вы с этим вообще ничего не сделаете. Важно понимать, что их нужно закрывать. Иначе будет плохо. Вот. Дальше о том, что их надо вообще искать. Как их искать? Я, когда первый раз с этим столкнулся, не очень понимал, что с этим вообще делать, потому что ты открываешь статью в Гугле, она тебе говорит, снапшот сделай, все поймешь. Вот, ну, там сразу видно. Вот, ну, честно. Или в GST есть отличная опция Detect Leak Memory. Ты их открываешь, и тебе говорят, мы революционные сделали. Я запускаю Detect Leak Memory, у меня тесты текут с каждым, ну, от прохождения к прохождению, плюс 50 мегабайт, проходит тест, и он говорит, no memory, leak detected, все хорошо. Вот. Но немножечко нехорошо на самом деле. Так, какие у нас есть инструменты? По факту их два, которые я знаю, с которыми я пользовался, которые я нашел. Первый — это Clinic.js. Прикольный, хороший инструмент, у него есть много всего для профилирования. Второй — Chrome DevTools, который знаком и всем. Соответственно, если мы работаем в ноде, у некоторых людей возникает вопрос, как снимать снапшот, если нельзя запустить дебаг на проде. Если нельзя запустить дебаг на проде, а лучше его не запускать, то можно просто воспользоваться API-шкой V8. В ноде у нас 12.17 есть версии. Можно написать require V8.brightsnapshot. Brighthipsnapshot. И все будет хорошо, ваш снапшот запишется, потом вы его просто выгружаете, все безопасно, четко, безопасно, ки никому по голове не дали. Чуть-чуть посмотрим, как выглядит Clinic. Он выглядит, на первый взгляд, возможно, страшно, но на самом деле нет. Здесь все отсортировано по потреблению памяти, ваши объекты, он показывает, что относится к dependency, что относится к приложению, что относится к веб-ассемблеру, что относится к самой ноде и к самому веету. Соответственно, мы можем переключаться через знак Biggest, смотреть, мы снимаем три снапшота и просто их сравниваем. В целом удобно, прикольно, но не всегда помогает. Мне не помогло. Мне помогли DevTools. Как выглядят DevTools? Для начала чуть-чуть посмотрим верхние колонки в DevTools, которые могут пугать. Первое. Тип данных. В снапшотах все разделено по определенному типу данных. Это объекты, системные контексты, замыкания, строки, массивы. Все это хранится супер важно, прикольно, надо посмотреть, подумать. Затем у нас есть distance. Это то, сколько циклов сборки мусора прижил наш объект. На это можно обращать внимание. Если у вас вдруг какой-то объект живет слишком долго, надо понять, что он делает. И сколько занимает в памяти сама структура без ссылок, то есть вот сам объект. Это shallow size. И retain size это то, сколько он занимает уже со ссылками. Теперь посмотрим, как это выглядит у меня. Выглядит это все вот таким образом, возможно, немного пугающе, но те, кто уже занимался напшотом, могут понять, что здесь есть что-то подозрительное. У нас есть чудесная библиотека щит.js и она почему-то три раза. Казалось бы, в 8 у него есть такой прикол, что в случае использования ESM-модулей он может кэшировать их названия. Вот, дублировать, вернее. Но тогда они все будут иметь одинаковую ссылку на память. Но здесь что-то не так. Мы видим, во-первых, огромный разрыв в shallow size и в retain size. Вопросительная история. Если мы смотрим на начало, то мы видим, что у нас есть pers xlscfb, который имеет свою ссылку на определенный объект. Если мы прокликаем по всем остальным, то они будут иметь разные ссылки. Что не очень хорошо. Значит, они дублируются. Теперь, вот, чуть подробнее, да, мы с вами поговорили, но тут дополнение есть более видный retain size. И мы видим, что наш retain size, ну, прям супер большой. И то, что мы видели в начале на общем снимке, да, без детализации какой-то записи, оно сильно отличается. Важно раскрывать вот это поле, которое находится внизу, object, и смотреть его. Если вы будете смотреть его, все будет попонятней, попроще, и вы будете видеть, сколько на самом деле занимает этот объект или какие-либо данные в памяти. Вот. Теперь, как может выглядеть вообще утечка в тестах? Она может выглядеть вот таким чудесным образом. Вы запускаете log heap usage при использовании Gesta и видите, что у вас тесты по какой-то необъяснимейшей причине начинают потреблять памяти все больше и больше. Почему это происходит? Вернемся чуть-чуть назад. Давайте вот на это скриншотом побольше мы видим три библиотеки щит.js. Почему это так? Потому что Jest monkey patch это все ваши зависимости. Если вы откроете кэш реквайера, то вы увидите, что он пустой. Как бы вы не пытались удалять эти модули, вы этого сделать не сможете. Вам нужно проваливаться дебагом в Jest, смотреть, где он это все кэширует, monkey patch извиняюсь. Секундочку. monkey patch Jest, что тоже неприкольно. Вы monkey patch уже monkey patch иную библиотеку. Звучит страшно. Вот. Соответственно, он в себе это все кэширует и от теста к тесту, учитывая нашу кодовую архитектуру, которую менять, конечно же, не вариант, возникает вот такая проблема. Как это можно решить? В 29-й версии G100 появилась опция max memory leap idly idly которая говорит нам о том, что мы можем просто указать для воркера, например, 512 мегабайт. И когда у вас будет доходить до такой истории, он просто будет убивать воркер, на котором запускаются ваши тесты и запускать их по новой. Решение такое себе, но надо признать, что не все утечки мы можем решить. Какие метрики нам могут помочь, если мы не будем обращаться к тестам? Первое. Самая база потребления памяти. Нам нужны просто метрики потребления памяти. Откуда их взять? Мы можем использовать перфуки, которые есть в ноде, за счет них строить графики. Затем мы можем использовать чудесную библиотеку промклайнт. Мы можем делать кронжобу собственную и выгружать через нее метрики с помощью memory usage. Как улучшить? Мы можем разделить наши метрики на разные колонки, чтобы было понятно, что, где, сколько используется. И самое крутое еще это настроить алерты для того, чтобы понимать, как увеличивается ваша память потребления от дня в день. То есть заходить каждый день смотреть графики, может быть, кому-то впадло, а может быть, вы что-то не увидите. Поэтому лучше просто сделать алерты и смотреть на то, что если ваша память в среднем за три дня больше, чем за прошлые три дня, надо посмотреть, что случилось. Это просто большая нагрузка или есть какие-то проблемы. Теперь еще чуть-чуть поговорим про те, какие советы могу дать. Первое, это быть аккуратным с кэшом, избегать глобальных переменных, быть аккуратным с зависимостями, думать о использовании замыканий, создавать мусор и давать garbage collector его собирать. Не пользуйтесь замыканиями там, где это не надо. Не пользуйтесь кэшированием там, где это не сильно критично важно. Не переоптимизируйте ваш код, придумывая новые фичи. Просто позволяйте garbage collector собирать свой мусор и выполнять свою работу. Он будет безумно рад. И последнее, самое важное. В JavaScript есть огромная проблема того, что мы используем большое количество библиотек. И очень важно читать ишью о тех библиотеках, которые вы используете. Потому что, если вы откроете Jest, то вы увидите несколько ишью об утечках памяти. Если вы откроете Mongoose, вы увидите ишью об утечках памяти и как их ишить. А если вы еще откроете какую-нибудь либу, которая у вас есть, скорее всего, вы там тоже найдете ишью о том, какие утечки памяти есть в этой либе и как их лечить. Теперь еще пару интересных фактов. Первое это про Jest. Я уже сказал, что Jest делает monkey patching всех ваших зависимостей. Это важно понимать, почему Jest это делает. Они это делают, обосновываясь на том, что у них все на мокрах, они все мокают, и поэтому они сами регулируют ваши зависимости. Это не прикольно, но они так делают. Их право. Потом, есть множество утечек в самой Node.js и в 8-м тоже бывают. Первое это то, что до 18-й версии ноды, хотя вышью было сказано, что они поправили это в 16-й, проводились тесты в скобочках, они не поправили. JSON parse, если вы передавали туда undefined, она создавала лишних 128 кбайт мусора у вас в приложении. в 16-й версии ноды, когда ее только выкатили, несколько версий была неоптимизированная сборка мусора. В 8-м есть определенные флаги, которые туда передаются для оптимизации сборки мусора. Как раз, например, распараллеливание потоков или распараллеливание это можно назвать, наверное, асинхронным garbage collector, что выполняется он отчасти асинхронно, лишь немного приостанавливая ваш пул. И еще фан-факт, B8 кэширует строки больше, чем из 13 элементов. Если вы используете в вашем приложении какую-то строку, потом делаете на основании ее идишник, каким-нибудь слайсом, обрезая это все, то вся строка будет храниться. Поэтому, если вдруг у вас есть какое-то изображение в B64, генерируйте для него специальный UI-ID. Не берите первые там 32 символа как айдишник. Это неприкольно. Вот. Теперь чуть-чуть хотелось бы показать маленький кусочек. Так, курсор. Тихо. Оп. Вот. Этот код был взят у Тимура Шамсмединова. Это код, связанный с утечками памяти. Здесь утечка памяти на рекурсирном замыкании построена. Создаем бесконечное количество число замыканий через этот интервал. здесь мы собственно и смотрим сколько памяти потребляет наше приложение. Зачем хочу показать? Хочу показать такую опцию, как те, которые мы с вами обсуждали, соответственно, через сначала запустим вот таким образом и просто посмотрим, сколько памяти у нас начинает потребляться. Каждый раз создается новая табличка, старая не застирать, можно чистить, но я предпочитаю пускай весь путь будет явен. Вот. И мы видим, что у нас память достаточно сильно увеличивается. Вначале у нас было 52 мегабайт хип тотал, затем стало 174 в три раза. Многовато. Давайте посмотрим, может, garbage collector не справляется. Запустим наш флаг trace.gc, который у нас был и посмотрим, как у нас отрабатывает garbage collector. Вот. Мы видим здесь кучу, возможно, каких-то непонятных символов, циферок. Что-то происходит. Сейчас поговорим. Давайте остановим, нам в целом не очень важно. Вернемся где-нибудь вот к этому кусочку. Вот. Мы видим, что у нас отрабатывает скимиджер спокойно. Что происходит? Сначала показывается цифра, которая была до отработки garbage collector. Потом, после, и, соответственно, затем время, сколько потреблялось на garbage collector, и о том, что послужило причиной вызова garbage collector. Это task. Task — это обязательная вот задача, которая выполняется регулярно, и есть еще allocation fail. Четко allocation fail, он возникает, насколько я знаю, он возникает, исходя из того, что у нас нет сейчас компоновки памяти, чтобы положить новый объект. Соответственно, в таком случае вызывается garbage collector и говорит о том, что нам надо почистить. Потом здесь мы также можем чуть-чуть поэкспериментировать с нашими флагами max-semi-spice и max-old-spice. Давайте запустим с max-semi-space-size и передадим ему условные 150 мегабайт. Что-то не то. А, ага. Чуть не то написал. Во. Супер. Мы видим, что теперь у нас очень сильно растет память в scavenger, с которой он может работать. И вот здесь garbage collector вообще не отрабатывал определенное количество циклов. Почему? Да потому, что мы увеличили semi-spice и ему хватает места. Он может не работать. То есть ему типа по кайфу. Если ваша машина позволяет вам так делать, вы можете тоже увеличивать, и не переживать о том, что ваш garbage collector не отработает. Соответственно, у нас просто хватает вычислителя мощностей, чтобы все это держать. Зачем это может быть нужно? Например, если вы занимаетесь геймдевом на каком-нибудь кокосе или на чем-нибудь таком, или просто пишите какую-нибудь игру на джаваскрипте, чтобы у вас не проседал, не было стоп-зе-ворлда, вы можете пользоваться этим. Вот. Теперь вернемся к презентации. У меня на этом в целом все. Я бы хотел единственное, что в конце сказать, что надо понимать, что любой спикер, любой доклад это не истинно последняя инстанция. Поэтому все, что вы услышали, если вы хотите это использовать, пожалуйста, перепроверяйте всю информацию. Любую статью, которую вы читаете, пожалуйста, посмотрите в доке V8. и так далее. Вот. Есть ссылки. Документация от Node.js по работе с снапшотами. Она сразу же говорит о том, что делать с дебагом. Видос Тимура Шамсмединова на час, как работать с утечками, что возникает причинами, как смотреть. И статья от V8 и garbage collector и заодно там и про память говорят. На этом у меня все. Спасибо большое. Саша, спасибо тебе за доклад. Сейчас у нас остается довольно много времени, поэтому готовьте вопросы из зала. У нас даже есть ассистент. Он можно будет поднять руку и можно будет задать вопрос. А я хочу сказать тебе спасибо за доклад и сразу воспользоваться твоим советом, как и сделал это наш телезритель Виктор Геннадьевич Хомяков. Витя, привет. Виктор, уже проверил то, что ты сказал. И была небольшая ошибочка, да? В чем? Оговорился, оговорился, мне кажется. Когда мы с тобой комментировали колонку distance, да, ты сказал, что это то, сколько поколений Mark and Sweeper пережили. Но ведь это дистанция от Global. А, да, да, я оговорился. Так что совет очень правильный в конце доклада, но не переживай, на самом деле. Очень много вопросов и комьюнити на самом деле довольно бодрые. Спасибо, что их задаете. В зале кто-то, кстати, будет готовиться. Никто не хочет. Вот уже девушка готова. А, девушка готова. Нет, это не все. Да, давай тогда задавай вопрос, я следующий задам, будем чередовать из онлайна. Все. Привет, привет. Очень крутой доклад, понравился. Смотри, ты говорил про алертинг с математическим подсчетом куда-либо, там, в телегу, наверное, куда-нибудь или вообще в целом. Есть какие-то уже готовые решения там для графаны, для кибаны, может быть? которые можно использовать. Или это нужно делать под конкретное приложение, под конкретный кейс? Спасибо за вопрос. Вот, смотри, это лучше делать под конкретное приложение конкретный кейс, потому что в целом там ничего сложного нету, тебе надо просто нажать кнопочку alert в графане и выбрать, сколько памяти тебе нужно считать, просто написать языком. Я думаю, такие примеры, формулы точно есть, вот, но это там прям суперпростая формула через смрайз, по-моему, вот, ты просто берешь, считываешь по подам и все. Вот, то есть в целом кого-то готовое решение и не думают, что это нужно. Потому что в целом одна строка, наверное, она есть в гугле. Слушай, а я бы здесь хотел доразобрать, а на что ты предлагаешь делать alert? На время garbage collection, на размер хипа, на какую метрику именно? Смотри, можно, во-первых, делать, да, ты правильно сказал, на количество отработок garbage collector, если их слишком много, то надо понимать, почему, надо посмотреть, вот, то есть можно запустить это все, эти графики, они все суперситуативные, вот, я бы предложил на хип тотал и на, соответственно, отработку garbage collector можно сделать, да, то есть понимать, если он у тебя начал отрабатывать больше, чем было раньше. Количество или время миллисекунды? Количество, я бы сказал. вот, то если он тебя начал отрабатывать больше раз, то типа, ну, надо понять, что происходит, вот, почему он стал отрабатывать, вот, в прошлом релизе у тебя было 50 раз, да, там, за 10 минут, за 5, а сейчас он тебя отрабатывает 150 раз, надо понять, почему так происходит, посмотреть, какие другие метрики, связать, может быть, у тебя там памяти больше потребляться стало, может, у тебя какое-то там что-то выросло еще в приложении, да, надо посмотреть. Ну, на самом деле, короче, чем больше, тем лучше, чем больше у вас информации, тем быстрее вы проводите свою проблему, я бы, и давай еще определимся с алертом, пороговый, или смотреть день назад, неделю назад, сезонный, короче говоря. я бы смотрел, ну, во-первых, один пороговый, это на то, чтобы смотреть просто, надо ли тебе увеличить поды или нет, да, может, тебе надо увеличить ресурсы, которые ты выделил на под, и еще, я бы делал их с промежутком на неделю, либо на несколько дней, потому что так ты можешь понимать, что оно у тебя действительно течет от дня к дню. Ну, можно, например, производные посчитать. Да. Понятно. Ответили или есть еще что-то? В целом, у нас есть проблемы с перформансом в плане памяти, так что, возможно, я такое реализую и, может, даже выложу в open source, так что, можно будет вместе над этим поработать, может, что-то, если захочешь, поконтрибьюти даже в это. Хорошо, супер, если что. Давай приходи на дискуссию. Да, еще важный вопрос, QR-код, где, вот у нас. QR-код, там, соответственно, оценивайте доклад и в том числе оценивайте ответы на вопрос. В общем, любой фидбэк всегда очень важен для того, чтобы у нас конференция становилась лучше, ну и Саше будет приятно, даже если вы напишете что-то плохое. Ладно, спасибо большое. Ну ладно, сейчас секунду, я скажу человеку, который задал вопрос, если что, в конце приезда мои контакты, пиши, я с удовольствием, может быть, поконтрибьюти или помогу с чем-то. Окей. Если могу помочь. Давайте тогда вопрос из онлайна, чтобы не сбавлять темп, соответственно, пробовали ли такую вещь, как MemLab от Facebook? MemLab от Facebook, нет, не пробовал, слышал, но щупать не успел, потому что подумал, что в целом, ну зачем, DevTools исправляются, но нет, про MemLab только слышу. С ним не работаю. Я бы просто сказал бы еще здесь такой комментарий, что ты скорее рассматривал задачу, которую MemLab не решает. Почему? Потому что он скорее про клиент, про браузер, да, он позволяет тебе собирать, запускать, автоматизировать снапшоты именно с вкладки браузера. Мне кажется, мы сегодня больше говорили про сервер. Да, про сервер, это более актуальный вопрос. Соответственно, поэтому я думаю, сегодня про MemLab и не говорили, и как раз вот второй кусочек, который тоже люди задают, насколько, вот как понять, есть ли утечка памяти на клиентах, если пользователи внешние, и собирать с реальных клиентов данные нет возможности. Я бы читал это так. Как понять, текут ли у меня вкладки в браузере с нодой, плюс-минус понятно, да, мы сами контролируем, что собираем, когда собираем, как алертим. Что посоветуешь для браузера? Слушай, для браузера можно, ну, так ради эксперимента, просто запустить свое приложение хотя бы у себя, снимать снапшоты, вот, плюс, насколько я знаю, во вкладке performance у тебя есть понимание того, сколько приложение потребляет памяти. Ты можешь посмотреть несколько раз и посмотреть, поскольку ты прокликал всю сессию свою, увеличилась ли у тебя память или нет. Я бы, наверное, так начал с этим делать. Да, я бы еще рекомендовал не париться, отказываться от SPA и просто, типа, отдавать верстку без JavaScript, нормальный веб, он так и работает, никаких утечек не будет. Ну, типа, правда, у вас просто сервер, у него высокий оптайм, а у вкладки у браузера вряд ли высокий оптайм. Давайте из зала. Уже дали, да, микрофон? Да, спасибо. Спасибо за доклад, очень интересно, к сожалению, актуально. Вот такой вопрос. Немного упомянули про снятие снапшота с прода. Вот если прод, ну, в кубере, естественно, крутится, при снятии снапшота там очень мощно вырастает потребление памяти. Так что они прям валятся по памяти. Вот есть какие-то подсказки, может быть, трюки, как этого дела избежать? Да, спасибо за вопрос. Вот, можно запускать отдельный пот, на который гнать трафик. Можно попробовать сделать через нагрузочное тестирование. Вообще, при использовании API-шки V8 память потребляется гораздо меньше, когда ты снимаешь снапшот. Там у тебя просто больше, по идее, будет остановки процесса, потому что тебе нужно все эти данные записать в JS-файл. Ой, в JSON он запишет, по-моему, вот. Поэтому с этим, да, будут проблемы. Вот. Нет, оговорился, у них специальный формат, точка там. Вот. Потом же загружаешь в Google, и все нормально. Спасибо. Да, спасибо за вопросы. Смотри, такой вопрос, кажется, довольно интересный в том смысле, что мы сегодня говорили много про V8, да, и про ноду. Но есть такие вещи, как Dina и Ban, и вот ребята спрашивают, чтобы вот продебажить такие платформы, да, наверное, за их платформами, нужны ли какие-то дополнительные знания, или достаточно того, что ты сегодня рассказал? Я могу ошибаться, но, по-моему, в Dina тоже V8. Dina V8, однозначно, да. У него V8, у него тоже есть API-шка V8, там можно снять снэпшот, посмотреть, там в целом все то же самое, а у Banna, у него JavaScript Core, у них в доке есть тоже рекомендация по тому, как все это сделать. У JavaScript Core, кстати, очень классная док, как и у Spider Monkey, вот. Ну, формат хип снэпшота у них, скорее всего, одинаковый. Да. То есть, если вы научились читать для ноды, то, собственно, можете свой навык переиспользовать. А в зале есть еще у нас, да, вопрос? Давай. Привет, спасибо за доклад. Такой вопрос. Почему не переезжаете на PHP? Там время жизни приложения нулевое, как бы все равно на утечке. Ну, переезжать на PHP дорого. Нужно найти весь став, который будет писать на PHP. Вот. Но вообще PHP, кстати, прикольно. Я согласен. Ну, я бы тогда вопрос этот развил, а почему на лямбды не переписать? Да, тоже lifetime уменьшен. Ну, можно. Лямбды на ноде можно, в принципе, да? Ну, да. Да можно и на си написать. Там в целом вообще никаких проблем нет. Просто удаляй все, и все. Да, индустрия свернула не туда. Вот. Что еще раз? Индустрия свернула не туда. Да. Это правда. Ну, это всегда так, знаешь, можно через 10 лет прийти. Снова вопрос у нас из онлайна, и, наверное, потом будет последний вопрос из зала. Вот, да, девушка, знаю ее, руку тянет. Есть ли какие-то различия работы гербиш-коллектора на ноде и в браузере? Да, конечно, есть. Во-первых, надо понимать, что в ноде у вас версия V8 не совпадает с той, что в браузере. Если вы будете писать... Кстати, спасибо, что напомнил, я хотел об этом рассказать, но забыл. Если вы пишете до там 8, 9, 10, 12 какой-нибудь ноды, перейдите, пожалуйста, подальше. Там обновляется версия V8. Там гарбиш-коллектор работает лучше. Там память лучше оптимизируется. Пожалуйста, переходите. Вот. Потому что, да, разница, конечно, есть. В принципе, JavaScript, который запускается из-под ноды, это немножечко другое, чем JavaScript, который запускается из-под браузера. Да. И давай прям последний, но он быстрый. Часто одной из основных метрик в мониторинге приложения является Time Garbage Collection. Ну, мы с тобой говорили, это стандартная, да. От чего зависит эта метрика? Правильно ли я понимаю, что это Mark and Sweep? Просто Time и Mark and Sweep. Ну, да, он берет, можно собирать и по Skivenger, но там смысла нет. Ну, Skivenger там 0, 0, 0. Да, да, там 0, 0, 0. Вот. Поэтому, да, по Mark and Sweep можно смотреть. И, наверное, еще такое подчеркнем. Ты про это говорил, но мне хочется все-таки, чтобы люди запомнили прямо это. Mark and Sweep блокируют ваш Event Loop. Да. И как и Skivenger, они оба блокируют Event Loop. Ага. Ну, это же не Event Loop, я бы сказал, а просто поток. Потому что он же может там отличаться. Ну, просто поток. Ну, нет, посмотри, я имею в виду, что вы можете получить overhead именно на обработку всех ваших I.O. Да. То есть, если вы видите, что у вас, например, бэкэнд, в который вы ходите из ноды, отвечает за 10 миллисекунд по его метрикам, а по метрикам ноды стало 150. Вот. Одна из причин, это может быть то, что Mark and Sweep стал 140. Последний вопрос из зала. Спасибо за доклад. Понятно ноды, понятно графаны, это все здорово, весело. А вот на фронте, когда наступает бутылочное горлышко? Ну, если мы исключаем ситуацию, когда у тебя просто вкладка умерла. То есть, вот в последнем обновлении Хрома появилась возможность там при наведении смотреть, сколько жрет памяти вкладка. Когда плохо? Где бутылочное горлышко? Как понять? Мне кажется, 1 гигабайт. Да, 1 гигабайт. Хотя браузер по умолчанию на вкладку дает 1 гиг, если превысил, он ее келяет. Но, если ты продвинутый чувак, как и с нодой, ты можешь запустить браузер с флагами и разрешить больше гигабайт. Кстати, в этом проблема мемлаба, я успел ищусь и почитать, на самом деле, сам инструмент не использовал, он не позволит вам анализировать хип-снапшоты больше, чем гиг. Ну, то есть, отбывают такие приложения. В принципе, в ноде можно 8 гигов написать и сборочку запустить, то есть, ну, как бы, не проблема. Можно и 16. Спасибо. То есть, вот дик и после этого отваливается. По сути, ом киллер. Ну что, надо переходить к дискуссии. Все, кто хочет, подключайтесь в онлайне. Все, кто хочет, следуйте за нами. Мы сейчас пройдем в дискуссионную зону. Еще раз, давайте поблагодарим Сашу за доклад. Не забывайте сканировать QR-код и оставлять свои комментарии, оценки. Это всегда полезно и приятно. Спасибо вам.